Издательство «Эксмо» Березовская Елена Петровна Когда ты будешь готова? Как спокойно спланировать беременность и настроиться на осознанное материнство? Вступление Дорогие друзья, я рада приветствовать вас. Выслушайте мою новую аудиокнигу, посвящённую подготовке к беременности и планированию семьи. Тема вовсе не новая, но неизменно актуальная. У этой книги многолетняя предыстория. Десять лет назад я начала писать о женском здоровье. Каждый день женщины задавали мне много вопросов о том, как подготовиться к беременности, выносить ребёнка без проблем, о необходимости тщательного обследования перед началом попыток зачать ребёнка, необходимости обследования мужчины. Тогда я решила объединить эти и многие вопросы в одной книге. И это мне удалось. Эта книга стала первой и единственной во всём мире книгой, с содержанием, покрывающим все основные аспекты планирования семьи и зачатия ребёнка. Немало моих знакомых и коллег отнеслись к идее создания такого труда скептически. «Кому на самом деле нужна подготовка? Разве наши бабушки, дедушки и их родители к чему-то готовились? Зачем усложнять жизнь какой-то подготовкой?» Тем не менее, книга стала популярной довольно быстро. Почему? Наши родители, да и в целом люди в прошлом, действительно не готовились к беременности каким-то особенным способом. Девушек выдавали замуж в подростковом возрасте, затем наступали многократные беременности и роды, и, к сожалению, далеко не всегда получалось выносить и родить ребёнка. Нередко из 10-14 беременностей живыми дети рождались в 2-4 случаях. Известно, что в XVI-XVII веках в европейских странах лишь около 25% новорождённых доживало до 16-летнего возраста. Не лучше дело обстояло и в другие периоды существования человечества. Население мира выжило только благодаря бесконечному размножению и неприемлемости контрацепции как регулярного метода контроля размера семьи. В прошлом для большинства вступивших в браке мужчин остро стоял вопрос сохранения наследства, социального статуса, титулов и передачи всего этого из поколения в поколение. Рождение сына ценилось выше, чем появление на свет дочери. Будущих жён, матерей наследника, обычно рассматривали через призму их физического здоровья. Традиция оценки репродуктивного здоровья невесты уходит корнями в глубокое прошлое. Так, в Древнем Риме родственники жениха направляли в дом невесты акушерку, которая должна была провести осмотр девушки и оценить её потенциальные возможности родить детей. Ещё одна древняя традиция, сохранившаяся до сих пор у некоторых народов Африки, касалась подготовки девушки к роли жены, матери и хозяйки. Девочку 6-8 лет родители жениха забирали на время к себе. Будущая свекровь обучала её тому, как ухаживать за детьми, вести хозяйство, готовить, стирать, убирать и даже ублажать будущего мужа. Это и была своеобразная подготовка к будущим беременностям и детям в семье. Современные женщины, особенно жительницы городов и развитых стран, не планируют большие семьи, выходят замуж в зрелом возрасте и рожают одного или нескольких детей. Интересно, что древние гречанки и римлянки в среднем жили до 25 лет, а сегодня женщины нередко доживают до 80. Наши предки рожали по 6-7 раз за свою часто короткую жизнь. Бывала первая беременность наступала уже в 12 лет. Но до совершеннолетия доживало только несколько детей. В некоторых африканских странах и по сей день наиболее высокие уровни рождаемости там, где средняя продолжительность жизни, небольшая, плохая медицина и экономика. К 25-26 годам у многих женщин там уже по 5-7 детей, и это без всякой подготовки. Так в чём проблема? Нужна ли эта подготовка на самом деле? Нужна, потому что женщины всё же рожают нечасто, а потому не имеют опыта беременности и родов. Иногда у них нет даже знаний о том, что такое репродуктивные органы, как они работают, как происходит зачатие, что определяет качество беременности. Этому не учат нигде. Форумы, на которых при необходимости ищут информацию, как и в целом интернет, полны ложных и неточных данных. У многих женщин отношение к рождению детей предвзятое, похожее на поход в магазин, где качество желаемого товара, ребёнка, определяется запросами семейной пары или самой женщины. Исчезли многочисленные запреты, связанные с наличием определённых заболеваний, в прошлом несовместимых с вынашиванием и рождением малыша. В таких случаях подготовка к беременности особо желательна. Другими словами, можно привести немало аргументов в пользу подготовки к беременности. И одновременно важно понимать, что создание потомства — право любого взрослого человека, данное ему природой. Это значит, что каждый сам решает, когда готов к размножению и хочет детей.